У нас сегодня урок из Цфата, из святого города Цфат, как это его называть. В этом городе очень повышенный уровень святости. Видите, и красивая картиночка у нас сегодня. Один из векторов Байкра Давид, который проводил Гешер, вы, наверное, узнали, кто смотрел этот курс. Узнали задний фон, да, на этом фоне он проводил курс. Кто еще не смотрел, посмотрите, пожалуйста, этот курс, очень хороший курс. Итак, значит, все. Утром я помолился на могиле Раби Шиван Бар Юхая в 5 утра НЕЦ. НЕЦ это с первым лучом солнца. И потом окунулись мы в микво родниковый такой родник. Я прям снял об этом, да, что такое вообще родниковая вода, как она очищает. Поэтому думаю, что сейчас с Божьей помощью Всевышний даст нам какие-то очень интересные идеи. Мы продолжаем изучать книгу «Пути праведников». И сегодня у нас злоязычие, да, глава злоязычия мы продолжаем изучать. То есть говорит нам Тора, что злоязычие это самая страшная вещь, которая только есть. Автор этой книги нам сказал почему. Потому что если другие преступления, человек, ну там, например, он ест некошерную еду. Сколько раз в день он ест некошерную еду? Ну там, три раза в день он ест некошерную еду. Если он убил кого-то, ну там, не дай бог, чтобы ни с тем такого не было, раз в жизни, может, он кого-то убил. А злоязычие он говорит постоянно. Причем не только говорит, человек же постоянно с собой в голове разговаривает. И он постоянно вот этим вот злоязычием, он разъедает свой внутренний мир и уничтожает мир вокруг себя. И можно сказать, что причина, например, убийства какая? То, что он плохо говорил, ну, себе в голове про кого-то. Это причина, то, что человек ест некошерную еду. В чем? Опять же, злоязычие. Он себе как-то объяснил, что кошерная еда ему не подходит. Вот он прям, понимаете, всем подходит, ему не подходит. То есть, злоязычие – это причина, в принципе, всего плохого в жизни, когда человек себе или людям говорит зло. Теперь мы подошли к тому сегодня, с выдачи наш урок. Автор этой книги приводит отрывок из Мишлея, из притчи Церя Солмона, «Что жизнь и смерть во власти языка». Значит, и дальше там написано разъяснение, что берегущие свой язык будут кушать от плодов его. Все, что в жизни есть у человека – это плоды его языка. Как это работает? Например, человек хочет жениться, да? Он вначале, как все говорят, «О, мне нравится эта девушка, надо на ней жениться». Потом он девушке говорит, «Девушка, выходи за меня замуж». Она вышла за него замуж. Потом, если он с девушкой хорошо общается, то девушка его любит, он любит девушку, все у них там, прекрасная семья. То есть, прекрасная семья – это плоды языка. А теперь другой человек, он злоязычие. Девушка плохая, все не получится, все будет плохо, значит, и так далее. То есть, он все перевернул на зло, действительно, он тоже прав, у него все будет плохо. То есть, все, что в жизни есть у человека и хорошего, и плохого – это плоды его языка. Теперь, значит, говорит автор этой книги дальше. Если человек своим языком создает, говорит об учении, говорит о шалоне, приносит мир, учит других делать добро, указывает людям на доброе, удаляет их от зла, совершает разные заповеди, которые можно совершить с помощью языка, это и значит, жизнь зависит от языка. Дальше он систематизирует злословящих и говорит, злословящие делятся на шесть групп. Есть шесть групп злословящих. Значит, первая группа – это злословящие о людях. Значит, они говорят о других людях вещи, которые… Злословие, еще раз напомню, это правда. Если это неправда, это называется клевета, а если это правда, это называется злословие. Но если это правда, которая человеку вредит, она его там унижает, позорит и так далее, то это называется злословие. Если это то же самое, но это неправда, то это клевета. И вот он говорит, те, кто первая группа злословящих, они говорят о людях и иногда оговаривают достойного чистого человека. Тогда они и лгут, и злословят. То есть, если они о людях говорят правду, но плохую правду, да? Если человек начинает говорить плохо о людях, например, но это правда, да, то это злословие. Если он выдумывает, это клевета. Но здесь пишет он интересную вещь дальше. Закон предостерегает нас не верить в клевете и злословию, потому что, возможно, это ложь. Даже если это не ложь, мы не должны этому верить. Зачем впускать в себя яд? Зачем впускать в себя яд? Зачем портить себе картину мира? То есть, опять же, есть законы злословия. Если кто-то, говорит, предостерегает, чтобы второй не попал в какую-то неприятную ситуацию, например, кто-то обокрал, не дай бог, вас или кого-то, и вы должны предупредить, что он вор. Это не называется злословие. Если он украл, и вы хотите предупредить остальных, это не злословие, это предупреждение. Теперь, значит, здесь он пишет интересную вещь, вот я подчеркнул. Человек, который сам злословит, говорит, он очень легко верит в злословие. То есть, для него это естественно. Ну, конечно, а кто же что ожидал? Ну, давай поищем. Да не может быть хороших людей. Но если поискать, можно в нем в каждом найти. Так думают злословящие. Теперь, человек, который хороший, да, добрый, и который не злословит, он наоборот, он говорит, да не, он прекрасный человек. Да не может быть. Он прекрасный человек. Вот в этой же первой группе, не только те, кто сами говорят, но те, кто слушают злословие и одобряют. Потому что, когда ты слушаешь злословие и одобряешь, то тот, кто другой слушает, он подумает, а, значит, этот говорит, этот слушает, одобряет. Значит, это правда. И другие тоже поверят. Этим он поощряет злословящего. Потому что, если бы он сказал ему, чтобы он перестал говорить, то тот бы, может, и перестал. Значит, а поскольку слушает и показывает, что ему нравится рассказанное, Он поощряет злословящего Сказанным, не слушая пустых слухов Нам заповедано не верить злословию Не принимать злословие за правду И не презирать того, о ком злословие Я помню, у меня была личная такая история Я приехал, когда только в Израиль Значит, первый год Вот мы в Израиле, жена беременна И мы приехали в гости к одним Моим знакомым еще из Москвы Они такие были Ну, слаборелигиозные, скажем так То есть они где-то что-то Соблюдали, но они были Не сильно религиозные Я уже, когда стал религиозным, я сразу пошел Такой профессионал В ешиву, там, бороду отпустил Шляпу одел, в белой рубашке, в костюме И стал ортодоксом Они такие light были Но тянулись ко Всевышнему Очень сильно, и мы как-то приехали Мы в Израиле тогда никого почти не знали И, значит, приехали мы к ним на жабад И он, я помню, как сейчас А я в то время еще очень сильно спорил Я до того, как стал религиозным Я был такой прям спорщик вообще И вот мы приезжаем Он говорит, вот, вот эти ортодоксы Они, значит, все обманщики, воры там И я ему говорю А я же учился в Ешиве Я видел Равзильмера, святых людей Я говорю, ну, я вообще Мы, наверное, про разное говорим Религиозное Потому что те ортодоксы, кого я знаю Святые люди Да какие они, святые люди Они там по публичным домам ходят А мы сидим же Его жена, моя жена Я ему говорю А ты сам лично видел? Ну, понятно, что он не может Даже если он видел в публичном доме Кого-то религиозного То он же не скажет, что он был в публичном доме Но он говорит Нет, я сам не видел Я говорю, ну, видишь же А зачем ты повторяешь чужие слова? Может, это тебя обманули Он, да я тебе точно говорю Не обманули Типа люди, которым я доверяю Я говорю, хорошо Значит, точно люди Которым ты доверяешь? Точно Точно видели религиозных В публичном доме? Точно Я говорю, ну, люди не очень, наверное, хорошие Те, которые по публичным домам ходят Ну, твои знакомые так Ну, разу не других осуждать Не, ну, им можно Они типа, они религиозные, им можно Я говорю, о, интересно Получается тогда, что Если не религиозный человек делает какие-то вещи Ну, которые не очень хорошие Так это нормально, да? То есть ты считаешь А если религиозный делает Так это ненормально А он говорит, да Я говорю, отлично Значит, тогда, получается, твои не очень хорошие знакомые Которые, которые, значит, ходят по публичным домам Тебе сказали, что видели там религиозных людей Которые тоже ходят по публичным домам Он говорит, да Я говорю, а откуда ты знаешь, что те люди, которые вот Про которых они говорят, они религиозные? Я говорю, какие у тебя, ну, как бы, доказательства? То есть если ты говоришь, что ходить по публичным домам плохо Значит, религиозные люди не должны ходить по публичным домам Да Я говорю, если они ходят в публичный дом, значит, они не религиозные Он говорит, нет, они одеты как религиозные Я говорю, так, это переодеты нерелигиозные То есть они, получается, переодеты нерелигиозные Встретили других нерелигиозных в публичном доме То есть люди, получается, что религиозные хорошие Просто, что те, которые были в публичном доме, они оказались не очень хороши В общем, мы на этом как-то, не помню, как дальше развивалась наша беседа Но это как раз вот о том, что нельзя верить никогда вот этому злословию, злоязычию И даже клевете Потому что лучше ко всему относиться как к клевете И стараться это останавливать Сегодня мы были на могиле Раби Шиман Барюха Возле Цвата, в гора Мирон И там же похоронен его сын, Раби Элязар, сын Раби Шиман Барюха Они 13 лет были в пещере, там учили Тору, книгозору Великие были люди И вот рассказывается в Талмуде Баба Меце, рассказывается история Как Раби Элязар, сын Раби Шиман Барюха Он когда умер, то жена держала его еще 18 лет Он лежал на чердоте Но так как он был святой, его тело не разлагалось И она к нему приходила Ну то есть он там разговаривал, отвечал на вопросы Но он уже был мертв И значит как-то у него из уха вылезел червяк Вылез червяк, в Талмуде рассказывается И она его спрашивает, откуда Он говорит, когда-то я услышал, как кто-то говорил Ашонара, Наравинов И я не протестовал И вот это вот у меня за это как бы это наказание Поэтому лучше всего, если вы слышите злоязычие Удаляться от этих людей, потому что тот, кто слушает Он как бы приравнивается А иногда еще и хуже, чем тот, кто говорит Вторая группа Вторая группа злоязычных Это те, кто говорят правдивое, но отрицательное Например, разговаривая наедине Напоминает об отрицательных поступках предков Они нарушают написанное в законе Не обижайте друг друга А говорится тут о словесной обиде Значит, вторая группа Это большинство нормальных людей Которые, например, говорят своей там мужу, жене Ты точно как твоя мама При этом имеют в виду не самое хорошее Вот тут прям точно, видите Говорящие правдивое, но отрицательное То есть, если мама обладает какими-то С точки зрения говорящего отрицательными качествами То сказать об этих отрицательных качествах Даже если это правда Это Ашонара И когда вот здесь вторая группа Правдивая, но отрицательная Например, разговаривая наедине Напоминает об отрицательных поступках предков Все нарушают Прямо написанное в законе Не обижайте друг друга Я сейчас изучаю одну систему Семейного консультирования Называется ИМАГО И они говорят Никакое семейное консультирование Никакие там вот эти вот Как сказать Мероприятия, направленные на спасение семьи Не будут работать, пока в семье есть злословие Это не религиозная система Это просто система семейной терапии Пока здесь есть презрение Вот эти вот замечания И так далее Никакие системы работать не будут То есть, только должно быть Позитивное отношение друг к другу Без вообще Вот вообще просто они говорят Если убрать негатив Тогда будет идеальная любовь Все будет прекрасно Там у них еще есть несколько всяких инструментов Все сработает Но если есть в семье кто-то Один или два Которые продолжают друг друга критиковать Унижать Напоминать о ошибках предков И так далее То у них не может быть по определению Хороших отношений Они все время будут давать трещину Третья группа злоязычных Это на людях Позорящие человека преступлениями предков Об этом сказали мудрецы Кто всенародно заставляет ближнего краснеть Тому нет доли в будущем мире Значит Кто всенародно заставляет ближнего краснеть Тому нет доли в будущем мире Позорящий человека преступлениями предков Давайте посмотрим Кого это Как мы можем сделать Какой-то немец Например Да Он Приехал к вам в город И вы значит Этого немца Говорите Ааа Фашист проклятый Да Он говорит Какой фашист Я вообще не имею к фашистным отношения Ты же немец Все значит И его давай позорить публично Значит Это проблема Это третья группа То есть это злоязычные Само намерение Позорить человека За то Что его предки Что-то делали Оно само по себе Показывает на суть Того Кто позорит То есть это как раз Выражение Вот этой злости Внутри Которая Эта злость Внутри Она же Самого человека И съедает Но только мы Это понимаем Что это Всевышний Так сделал Законы духовные Что он сказал Это не делайте Это зло Это запрещено Делать Но он же Людей-то любит Запретил Делать специально Для нас Чтобы мы Были внутри Чистые Святые Радостные Веселые И получали От жизни Только радость Но человек который Говорит злословие То понятное дело Что у него будут Неприятности То есть это как бы Ну гарантированная история Да То есть он Кого-то обидит Кого-то там Оно все возвращается А даже если Он это делает в уме То в итоге Ему там внутри плохо Он внутри как гниет Если он внутри Говорит злословие То он внутри Сам гниет Благословляющий Будет благословлен Но кто-то благословляет У него отлично Вот его внутренний мозг С точки зрения Психологии У него нету разницы Ты наружу Это направляешь Или внутрь Тот кто направляет Зло наружу Он же и думает Вот большинство людей Кстати это очень интересно Они боятся Выступать публично Если разобраться В этом Страхе Публичных выступлений Там есть Четыре фактора Которые влияют На страх Публичных выступлений Но один из них Это страх критики То есть у каждого человека Кто боится выступать Комбинация этих четырех барьеров К выступлению Она разная Но один из них Это страх критики Если глубже в нем разобраться В этом страхе критики То это человек Который сам лично Критикует других Которые выступают У него внутри Для него очевидно Что будут критиковать его То есть все Что у человека есть внутри То он проецирует На других людей То есть например Вот сейчас был один Какой-то персонаж В ютубе Он говорит Вот игре обманывают Он сам обманщик И он поэтому думает Что другие тоже обманывают Человек который сам обманщик Он прямо Троецирует это На других людей Человек который сам Критикует себя И других Когда он выходит на сцену Он уверен просто У него нет никаких сомнений Что будут критиковать его Поэтому очень важно Внутри себя Изменить вот эту вот Свою пружину И полностью отказаться От негатива Четвертая группа Рассказывающая Об отвратительных деяниях Предков ближнего На людях Но в отсутствии Самого человека Чтобы его Опозорить в глазах людей И сделать ненавистным людям И об этом сказано В сборище Злословящих Не удостоится Быть перед Всевышним В Талмуде В трактате Сата написано Что злословящие Не удостоятся Быть перед Всевышним Тоже помню Как-то у меня Была в молодости Когда я только Начинал работать Была одна Компания Которые Были мои клиенты И там была Значит Одна из сотрудниц Которая как раз Меня нанимала И она очень любила Про людей говорить Гадости То есть она вот Прямо реально Сидим на собрании Она там Всем кивает Кивает Потом выходит Говорит Я сейчас тебе Такого расскажу Про вот этого И значит Давай про каждого Рассказывать Всякую Ну вот Нехорошие вещи Да У меня всегда Была мысль такая Я думаю Блин Что же она про меня Рассказывает Когда она Отворачивается То есть она Про всех Кому она улыбалась Она рассказывала Гадости Это вот как раз Она была в четвертой группе Пятая группа Злоязычный Рассказывающий О прежних преступлениях Тех кто раскаялся Это большая вина И за нее Полагается большое наказание Потому что Если преступник Раскаялся То даже его преступления Становятся Добрыми делами А тот Кто злоязычный Позорит его Преступлениями Которые стали Добрыми делами Тут есть вот такая Вот часто Закономерность Да Вот есть человек Который например Принял иудаизм Да Он принял иудаизм Он стал евреем А до этого Кем он был Он был не евреем А если до этого Он был преступником Можно это рассказывать Нельзя Нельзя рассказывать это Потому что Он же уже рассказывался Он уже другой человек Он новый человек Теперь Тот Кто Про него рассказывает Про его прежние дела Получает наказание За ущерб И за позор Который причинил ближнему И наказание За то Что радовался Позору ближнего Ведь сказано Люби ближнего Как самого себя И как человек Любит собственную честь Так же следует Любить честь ближнего Притча к царю Соломона Говорил царь Соломон Такую вещь Кто радуется Беде ближнего Не очистится Теперь В получении отцов Есть такая Очень непонятная Мишна Что когда твой враг Споткнулся Не радуйся Его Несчастью Потому что Бог от него Отвернет свой гнев И направит на тебя Это очень Непонятная Такая штука Да Во-первых Если это уже написано Что если это враг Это человек Который сделал тебе Какое-то зло То есть враг Это тот Кто сделал тебе Конкретное зло В момент Когда С ним происходит Несчастье Да Он споткнулся Там все То есть в принципе Радоваться можно Почему можно радоваться Потому что Например Когда Когда Тонули Египтяне То Еврейский народ Пел песню Азья Шерму Шерем Нейстрой Значит Тогда все Евреи Начали петь песню И ангелы Начали петь песню Богом Говорит ангелам Вы не можете Радоваться Когда мои создания Тонут Египтяне Ангелы говорят А почему Евреи могут Петь песню Они их угнетали Там 200 лет Убивали их детей Там и так далее То есть у них есть На это основание Это понятно А у вас нету У ангела В чем здесь Объяснение Значит я помню Что я нашел Такое объяснение В свое время У каждого из нас Есть Некий С небом Свой счет Мера Которая Которая Строится На очень Простой Формуле Мера Которая Человек меряет Другим людям Меряет ему С неба То есть У каждого Из нас Есть То как я Отношусь Другим людям Это та Мера Которой Меряю я Мера Которой Человек меряет Меряет ему С неба То есть Получается Что Вот Есть Некий Враг Который Споткнулся Я радуюсь Что Так тебе Надо За все Преступления Надо Так и Делать Да Такое Надо За это И вот Он Споткнулся Я радуюсь Класс Положено Такое Наказание За Такое Преступление Я В этот Момент Могу Не Помнить Что Я Может Делал Что Подобное Другим Людям Только Я Как К Себе Чужом Глазу Видит царинку В своем Бревно Не Замечает И Когда Я Кому Это Делал Я Говорил Ну Слушай Ну Бывает Там Ну Споткнулся Ну Закричал Я на Человека Ну Там Не Сдержался Ну Я Разгневался На Ребенка Своего Ну С тем Не Бывает У меня Был Тяжелый День Ну За Это Надо Простить Так Обычно Человек Себя Оправдывает Когда Кто Кто На Него Накричал Точно Так же Был У него Тяжелый День Был У него Там Он Нервный Сегодня Его Там Кто Обидел До Этого Все Мы Говорим Стоп За такое Поведение Взрослый Человек Не И И И Не И И Не Не И Что Получается Что Та Мера Которая Ты Меря Меря Тебе С Неба Другой Человек Он Говорит Там Враг Его Споткнулся Человек Думает Слава Всевышнему Всевышний Знает Что Делает Я Никому Не Судья Вообще Это Мир Принадлежит Всевышнему Я Никого Судить Не Буду Значит Всевышний Бог Сам Знает Что Кому Делать И В этот Момент Ты Как И Не Радуйся Не Ты Идешь Своим Путем И Занимаешься С собой Это Очень Важно Заниматься С собой Вот Мне Только Что Перед Уроком Прислал Один Мой Приятель Прислал Камбут Рамбам Говорит Это Большой Вопрос Как Относиться К Грешникам Помните Мы Уже Затрадивали В Прошлой Главе Если Человек Он Грешник Можно Ли Вот Там Было Написано Что Нельзя Ульстить Нельзя Никак С ним Общаться Потому Что Ты Грешника Поддержал Где-то Другие Люди Посмотрели Он Грешника Поддерживает Не Такой Он Грешник Нормально Значит Буду Его Поддерживать То 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 Вся Самое Такое Движение В иудаизме На сегодня Самое Активное Они Говорят Нет Нужно Идти Ко всем Нужно Всем Помогать В тюрьмы Туда Сюда Все Надо Людей Возвращать И они С очень Большим Типлом И уважением Относятся К людям Но Повод Этой Книги Это Называется Лезть И Поддержать Грешника И мне Присылает Один Мой Знакомый Вот Рамбам Говорит Что Можно Там Все Я Ему Как Ответил Ты знаешь Я вообще В этом Не хочу Разговорю Участвовать Кто Я Чтобы Участвовать В споре Равинов Грешник Он Негрешник Все Я Вообще Не хочу Входить В эту Очень Сложную Роль Судьи Потому Что Твоя Роль Судьи Всегда Это Мера Которую Человек Меряет Меряет Ему Когда Ты Судишь Кого То В этот Момент Ты Во-первых Судишь Себя Во-вторых Тот Кого Ты Судишь Он Не Согласен Что Ты Судишь Поэтому Лучше Всего Не Быть Судьей Никому А Заниматься Собой Так Я Ему Ответил Что Слушай Я Занимаюсь Собой Стараюсь В час Роктора Провести Все А Как Да Не Суди Да Не Судим Будешь Но Тут По Другому Не Может Быть Чтобы Ты Был Несудим Всевышний Все Равно Всех Судит Но Той Мерой Которой Ты Судишь Других Если Ты Говоришь Я Не Знаю Всевышний Добрый Он Умный Он Все Знает Он Весь Мир Сотворил Значит Он С Ними Разберется Да Я Лично Считаю Что Всех Надо Судить По Доброму Вот Так Ж Тогда Тебя Будут Судить С Неба Понятно Да Идея То Вот Эта Фраза Не Суди И Не Судим Будешь Она Не Совсем Правильна Потому Что Ты По Любому Будешь Судим То Все Что Человек Делает Каждое Действие Имеет Последствия И Вот Это Последствие Это Является Судом Суд Это Тот Кто Определяет Какое Будет Последствие Поэтому Так Как У Каждого Действия У каждого Слова Есть Последствия То Можно Это Последствие Назвать Судом Небес Но Этот Суд Небес Он Судит Человека В той Мире В которой Сам Человек Судит Других Если Ты Для Других Прокурор Жестой Который Требует Максимального Наказания Всем Будь Готов Будь Готов К тому Что За твои Какие-то Проступочки Тоже Что-то Тебе Переположено Не может Чтобы в этом Мире Только Ты Один Был Свободен От Всех Законов Если Ты Адвокат Тогда Будь Готов Что Тоже У тебя Все Будет Слава Богу Мягко Или Быть Адвокатом Или Лучше Всего Вообще Не Судить Тебя Все равно Будут Судить Всевышние Вот Интересно Если Я Вообще Перестаю Судить Знаете Как Бовочка Писал Родителям Письмо Из Шаолине И Он Пишет Вот Я В Шаолине Сейчас Изучаю Безоценочное Восприятие Мира То есть Я Решил Никого Не судить И Мир Не судить Просто Изучаю Безоценочное Восприятие Мира Поэтому Дела У меня Теперь Никак Он Подписал Безоценочное Восприятие Никак То есть Можно Попробовать Быть Безоценочным Зачем Что-то Оценивать Делай То Что Должен Делать Выучил Что-то Сделал Сделал Кому-то Добро Теперь Тебе Кто-то Что-то Сделал Можно Не давать Никакую Оценку Можно Как Сказать Он Сделал Вот Это Я Чувствую По отношению К нему То есть Это же Не оценка Я Чувствую По отношению К нему Там Не радость Какая-то Но Я же Знаю Что Ничего В этом мире Не может быть Без воли Всевышнего Значит То Что Я Получил Это Сигнал Всевышнего Мне Если Я чувствую Какую-то Нерадость Значит Я Этот Сигнал Должен Как Расшифровать Я Должен Как-то По-другому В этой Ситуации Действовать Как Подобрать Новую Интерпретацию И так Далее Все Дорогие Друзья Значит Когда Я помню Равицк Зильвер Хотел Сказать Плохо Про Человек Если Вы Решили Избавиться От Злоязычия То Лайфхак Такой Лайфхак От Моего Учителя Равицка Казильвера Был Один Человек Он Очень Был Плохой Человек И Его Спрашивают Равицка Ну Вот Этот Человек Он Негодяй Он Говорит Я Так Не Могу Сказать Ему Говорят На нем Пробы Негде Ставить Он Говорит Единственное Что Я могу Сказать Что Он Не Слишком Большой Садик Что Не Слишком Большой Праведник Вот Это Лайфхак Когда Вы Хотите У вас Рвется Сказать Про Кого Что Что Плохо Скажите Он Не Слишком Большой Праведник Не Слишком Большой Или Он Уже На Пути К Исправлению Можно Так Сказать Хорошо Дорогие Друзья Всем Удачи Успехов С Божьей Помощью Завтра Встречаемся Спасибо Огромное Всем Партнерам Спонсорам Вайкра Те Кто Помогают Приходят На уроки Делятся Уроками Наша Цель Чтобы Божественную Мудрость Узнало Как Можно Больше Людей И Мы С Вами Вместе Распространяем Онлайн Божественную Мудрость Поэтому Чем Больше Людей Увидят Уроки Тем Лучше Чем Больше Людей Будут Помогать Урокам Тем Не очень Большие Цадики Они Или Станут Большими Праведниками Или Они Исчезают Под Светом Вся Плесень Все Растворяется Знаете Как Там Где Нет Света Там Есть Темнота Само По себе Темноты Нет Чем Больше Света Тем Меньше Темноты Все Распространяем Свет До Завтра